Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Я, пожалуй, буду рассказывать стоя и сразу же предупреждая разговор, я постараюсь совсем коротко в нескольких тезисах напомнить сначала о схеме философии истории Вигеля и дальше показать те аспекты, которые представляются, с одной стороны, значимыми, на мой взгляд, фундаментальными, а с другой стороны, оказываются во многих изложениях, во многих расхожих представлениях о философии истории Вигеля ускользающих. Сразу же подчеркнусь, что я никоим образом не претендую на какое-то Гегелеведение специальное, и речь не идет о каких-то принципиальных открытиях новых взглядов и тому подобное. Речь идет совершенно о другом, о достаточно хорошо известных текстах и вещах, которые сам Гегель проговаривает не просто в тексте, а проговаривает явно и ударно, выставляя в качестве базовых положений, но которые зачастую воспринимаются в последующей традиции как либо неактуальные, либо как общие места эпохи, проскальзывающие. Собственно, интерес в гегелевских построениях, интерес в гегельской схеме видится в чем-то другом. И, соответственно, здесь речь пойдет скорее не о том, чтобы нечто вычитать из Гегеля, увидеть, указать другую точку сборки, которая пропадает из расхожих текстов. Неважно, мы берем, например, сборки философии истории, которые делает Ганс, я напомню, ученик Гегеля, это самый расхожий вариант, который выходит в посмертном собрании сочинений, или то, что делает Лансон затем, или разница интерпретации, которая существует в отношении гегельского понимания истории в ранние годы, и о том, как, например, понимание истории для Гегеля в момент созидания системы, опять же, напомню, той ситуации 1806-1847 года, когда выходит фенология духа, и затем, как это все соотносится с гегелем берлинского периода, и насколько вообще тут можно говорить о том, что перед нами некая действительно единая система, на которую претендует Гегель, или между этим, если не разрыв, то большое напряжение, ну, как любимый вопрос Гегеля-Ведьки, и вообще, как, например, фенология духа относится к науке логики, а как наука логика относится к энциклопедии философских наук, и насколько это вообще тексты, сохраняющие, например, одну перспективу, одно исходное понимание, насколько мы действительно можем рассматривать их как части системы, а насколько здесь история про разрыв, перестановку и тому подобное. Но я бы, пожалуй, начал с нескольких совсем простых вещей, простых и важных. А первое, с чего бы я начал здесь, уже не столько по Гегелю, сколько то, что мотивирует вообще базовый интерес к Гегелю и проблематику истории, первый тезис, который я вброшу, это тезис, связанный с самой историей и историчностью. Совсем заостряя и говоря достаточно грязно, на этом уровне можно сказать, что история, как знакомая нам, понятная, здесь формируется, собственно, в конце XVII века. В этом плане момент изобретения истории, момент открытия истории, это, собственно, вот та самая Гегельевская эпоха. Подчеркну, о чем здесь идет речь. Если говорить, да, тут несколько моментов. С одной стороны, речь идет о направленном развитии, речь идет о неком движении по прямой, речь идет об исчезновении перспективы конца, с одной стороны. То есть в этом плане, как раз, когда я говорю о том, что вот эта история появляется совсем недавно, появляется в конце XVIII-начале XIX века, речь идет о том, что если говорить о перспективе, например, да, если накладывать такую внешнюю рамку, пытаться говорить о некой философии истории Августина, бухотворяем, да, Августина Блаженного и того подобного, то, во-первых, показательно, что, разумеется, там речь не идет о философии истории, в этом смысле не существует самого понятия. И, во-вторых, это в любом случае рассмотрение, связанное с историческим, связанное, направится на рассмотрение в перспективе вечности, собственно, и в перспективе конечности. История как то, что должно завершиться, история как, действительно, в этом смысле, история как некая сторой, в этом плане, можно сказать, что и для античности, и, например, для средневекового или раненого временного христианства, история остается, собственно говоря, историей, вот эта база, при совершенно разных пониманиях. Понятно, что когда речь идет, например, о разных формах античного восприятия времени, времени политического, времени, связанного с полисом и взаимодействием, или когда речь идет о христианском времени, то это все очень разные конструкции, и очень разные восприятия сами по себе, но в любом случае здесь перед нами есть некая история. История она имеет, собственно, как любая история, перед нами некая история, которая может быть рассказана, которая может быть рассказана посредством нарратива, вот буквально перед нами некая нарратива, у нас есть начало, у нас есть конец, У нас есть кульминация. Собственно, вот она. И, кстати, в этом как раз смысле, в том числе, никакой проблемы с рассказыванием истории здесь не возникает. Здесь нет вот того напряжения, которое возникло в 19-20 веке, напряжением между уже переживанием истории как фактического, как событийного и разным рассказом. Я напомню то, что отразится, например, в дискуссиях, ну, чтобы далеко не ходить, можно вспомнить Хейдена Уайта как вариант, когда он умеет истории говорить о Наратиле. Или, например, можно вспомнить Поле Рикер, который в совершенно другой перспективе с этим работает. Но я почему здесь беру предельно разные имена? Ну, или не предельно, ладно, предельно, это, конечно, сильное слово здесь, все-таки Хейден Уайт и Поле Рикер, они будут не крайностями, но они будут достаточно далекими друг от друга фигурами. Вот и в том, и в другом массе аналогичных случаев здесь читаемое напряжение, которое существует не только для них, которое существует, собственно, с 19 века, это напряжение между тем, что вот перед нами есть некая фактичность, перед нами есть фактичность или реальность. Это тоже очень сложно, потому что уже в конце 19 века начинается проблема факта, и в этом смысле факт начинает мыслиться как сконструированное по отношению к некой реальности. То есть, когда я говорю фактичность почти синонимичной реальности, я, конечно, в таком наивном позитивском ключе говорю. Но у нас здесь базовая проблема между реальностью и повествованием об этой самой реальности, где в реальности, например, нечто происходит синхронно, но раз мы об этом повествуем, мы повествуем в любом случае в какой-то последовательности, раз мы составляем рассказ. У нас существуют разные пласты, разные времена сосуществования, например, но мы вынуждены их, опять же, рассказывать в каких-то последовательностях, либо мы должны как-то играть с рассказыванием. Но как мы это можем играть? Мы можем играть через форму, мы можем играть через ключи рассказа, мы можем играть через порядки чтения, мы можем прибегать к фрагментарному письму, мы можем прибегать к ненелинейному изложению, мы можем начинать с середины, потом возвращаться и так далее. Но в любом случае перед нами есть хотя бы та самая обусловленная чтение. В этом смысле, даже если мы некий текст читаем каким-то рваным порядком, в любом случае мы сами располагаем это все равно в какой-то последовательности. Мы можем освобождаться от того рассказа, который нам излагают, но в любом случае мы пересобираем опять это в рассказ. Вот вновь подчеркну, что для античного, например, или для средневекового христианского взглядов, их много, для них не существует в принципе этой проблемы. Вот это здесь значит. В этом смысле, да, конечно, рассказ. И рассказ здесь это не то, что ломает, не та неизбежность, с которой ты сталкиваешься. Это не проблема перевода вот этой самой реальности в принципиально неадекватную форму. Поступаешь, нет. Собственно говоря, здесь прямое соответствие, здесь нет проблемы в том, чтобы рассказывать. Собственно, вот та история, которая возникает, это история, с одной стороны, с концом, который теперь либо отменен, либо переосмыслен. Я напомню, что здесь, ну, если брать самые показательные тексты, это будет набросок, например, Тюрго знаменитый, да, связанный, собственно, с прогрессом. Фактически вот это первое, вроде бы, знакомое нам понимание, от которого мы можем всячески дистанцироваться, но оно будет здесь лежать как некое подразумеваемое. Этот прогрессистский взгляд, он, вообще-то говоря, впервые фактически существует, появляется у Тюрго, и затем разольется уже у Кондарсе. Еще раз подчеркну, вот этот прогрессистский прямолинейный, да, логика прямолинейного прогресса самая простая, это, вообще-то говоря, очень новая штука. В этом смысле нам очень трудно воспринять, как-то почувствовать вот тот аффект, который связан с подобным открытием, потому что нам кажется, что это некая банальность, нечто существующее. И более того, найти что-то более банальное, чем вот такой прямолинейный прогрессистский взгляд, вообще найти трудно. И вот этот пережить аффект открытия восприятия, где перед нами вот эта перспектива неопределенного совершенствования, которая ограничена только физической конечностью данного мироустройства, да, физической, тепловой смертью солнечной системы, да. Вот он, единственный ограничитель, который здесь существует, и то, возможно, он там будет преодолен. Вот пережить это, кстати, можно, но если мы отмотаем назад, то перед нами открывается, разумеется, проблематика и кофе-просвещения, где просвещенческий взгляд утрачивает свою простоту, потому что просвещенческий взгляд, с одной стороны, да, он связан с разумом, он связан с просвещением, развитием и так далее, и так далее, и так далее. Вроде бы перед нами вот эти знакомые, опять же, простые вещи. Но в этот взгляд не встроено одно ключевое. В этот взгляд, вообще-то говоря, не встроена как раз идея прогресса. Вот это, пожалуй, самое забавное. И проблема в том, что когда мы обращаемся к просвещению, мы за просвещенческими конструкциями, за конструкциями, например, тех же самых энциклопедистов, за конструкциями, например, Вольтера или за конструкциями Нантескио, да, если мы возьмем философические письма, или мы возьмем размышления, то есть, о упадке Рима и так далее, и так далее, мы под них подкладываем эту прогрессистскую схему. Осознать, что эта прогрессистская схема, вообще-то говоря, там отсутствует, да, ее там, вообще-то говоря, нет. И вот из этого, например, то же самое просвещение начинает, разумеется, читаться совершенно иначе. Потому что это повествование, с одной стороны, да, о возможности некого разумного устройства, вне исторического, да, мы можем освободиться от предрассудков, мы можем построить некое просвещенное общество, мы можем взаимодействовать в рациональный порядок, и так далее, и так далее, и так далее. Мы отсылаем к, и вот тут очень важный момент, мы, например, отсылаем к древним образцам, мы отсылаем к отечности, мы отсылаем к веку Антонина. А с другой стороны, эта постоянная история еще не прогарантировалась. Вот это важный момент. Для просвещения один из излюбленных образов, который, опять же, зачастую недооценивается, это образ, связанный с эпохой Антонинов. Собственно, эпоха от Нервы до Марка Авреля. Эпоха счастья в Римской империи. Но ведь этот образ, он ведь чем еще одновременно важен? Это то, что заканчивается затем погружением в эпоху смут и раздоров, сначала через неопределенный век СВР, и дальше вот это царство разума, обратите внимание, царство разума, которое здесь существует, оно, собственно, да, это 85 лет царствующего разума. Это эпоха, в которой можно прожить счастливую жизнь, и которая затем обрушается и сходит на нет, да, 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 за этим все наступает. В этом плане, да, перед нами некий такой внеисторический вроде бы взгляд, да, перед нами вот этот разум, который сам себе всегда радует, и, соответственно, мы можем так устроить жизнь, но вместе с тем здесь нет логики, что за тебя действует вот тот объективный махамит времени, да, он тебя сам по себе приводит. Нет, эта история как раз постоянно про, с одной стороны, про соглашение, с другой стороны, про власть просвещенных, откуда постоянная тема, например, боги просвещения связаны, например, с возможностью абсолютного монарха, возможностями неких знающих, просвещенных осуществить вот это счастливое правление, да, или другой вариант здесь возникающей республиканской утопии, где мы разумны договоримся друг с другом. Так вот, соответственно, вот та история, которая знакома нам вот этого пространства исторического, она возникает в 19-м, собственно, по большому счету веке, и это проблема работы с историей, осмысления историей. И второй момент здесь же, Чевалья, что здесь это внешне может показаться простым наложением, но здесь речь идет не о наложении, речь идет именно о глубоком единстве этих процессов. Здесь же, собственно говоря, возникает история как наука. Я напомню, что до этого, как наука, в смысле институциональной, вот это важный момент, да, наука здесь понимается как институция. В этом плане до 19-го века ни о какой истории, как науке, говорить не приходится. Вот в 19-м веке, в первые десятилетия как раз 19-го века, возникает наука истории, возникает в разных опытах, в разных проектах, в разных попытках. Что здесь имеется в виду? Я имею в виду самые простые вещи. Я имею в виду, начиная с появления истории как университетской науки. Ну, черт, да, это важный момент. Речь не идет о том, что до этого нет профессоров истории. Да, они, разумеется, есть. Но они, как исследователи, они, как те, кто создает историческое знание, кто работает определенным образом, производит его. Отделение истории от изящной словесности, да, отделение от словесности, цифровизация знания. Понятно, что эта история начинается не только в 19-м веке. Легко мы можем прокинуть, например, увидеть после знаний, да, простраивая генеалогию, мы можем увидеть некое начало данного в Киттингене, в 60-е, ну, условно, да, во второй половине 18-го века. Мы можем увидеть, как там, в общем-то, историческое знание начинает преобладать форму, которая затем уже распространяется. Другой пример специальной исторической подготовки, вроде той же самой школы Харти и так далее, так далее. Все, я думаю, мы можем вспомнить важную рубежную дату. Это конец 20-х годов 19-го века, когда появляется текст, который опознается нами, как рождение современной исторической науки. Это Леопольд фон Ранке, которого в этом связи и зовут отцом истории. Я напомню, что делает Ранке. Ранке в ходе своих исследований, в начале, будучи более-менее привычным историкам еще в прежнем ключе, в ходе своих исследований он идет в Венеции в архив. И он открывает венецианский архив, он открывает дипломатические донесения для своей истории, которой он занимается в 16-м веках. И он создает вот ту модель историка, работающего с архивом. Он создает здесь очень важный момент. Он становится здесь тем, кто пишет историю, в данном случае, по документам. Кто пишет историю архивным образом, где оказывается, что да, перед нами теперь история про комплексы документов, которые отложились про реконструкцию и так далее. Вот просто достаточно осознать этот момент, осознать, что, вообще-то говоря, первый персонаж, который совершает в общем-то, этот столь хрестоматийный для нас трик, когда мы вообще сейчас говорим об истории, когда мы в первую очередь имеем в виду, что это стандартный историк, он же в архиве. В общем, первый историк, который туда сходил, по большому счету, и на этом основании написал книжку, это как раз Леопольд Ходранке, причем сделал он это уже к концу 20-х годов, 19-х век, просто чтобы представить себе, что этой истории, вообще-то говоря, еще 200 лет. На данный момент нет, да, в этом плане весь исторический мир будет громко отмечать момент первого похода Леопольда фон Ранке и там, где вот оно начинается. И вот тут несколько как раз важных моментов. Да, понятно, что у этого есть целый ряд предысторий, но чтобы было понятно, гегелевский проект здесь, это не притязание на философию истории. И тут, кстати говоря, на философию истории по следующим смыслам. И вот тут другой уже тезис здесь возникает. Когда речь идет о гегелевской философии истории, для нас привычный заход говорить о том, что вот перед нами некая философия истории. Но если мы откроем сам текст, мы увидим, что гегел, вообще-то говоря, и читает лекции, которые он читает, то он читает лекции по философской истории. Обратите внимание, он не читает лекции по философии истории, он читает лекции по философской истории. Это сильно разные вещи. Потому что для гегеля его притязание заключается в том, чтобы предъявить образ того, как надлежит, вообще-то говоря, писать и понимать историю. Если мы, опять же, обратимся к гегелевской схеме, например, к его лекциям по философской истории, то мы увидим там вещь, которая нам вначале может показаться очень странной. Вначале гегель говорит о том, что существует три типа истории, они эрафически расположены. Первая история, и вот тут мы сразу видим. Первая история в понимании гегеля, это, собственно, история, как пишущаяся с современниками. Под этой историей он понимает тот самый первичный материал. Это кто для гегеля? Это, собственно, Геродотф, Укедит, это Тацит, и так далее, и так далее, и так далее. В чем особенность этой истории? С одной стороны, то, что автор не отделен от описываемой им эпохи, она ему контекстуально понятна. У него нет разрыва. И нет, соответственно, усилий по преодолению. С другой стороны, это, собственно говоря, вот те, кто дает материал для всех последующих, чтобы осмыслять прошлое. Заметьте, еще раз, я не случайно перед этим так напоминал, но рангем. Здесь я напомню, что историки, вернее, материал, с которым работают последующие историки, это предыдущие истории. Вообще, да? Это значимо. Затем вторая история, говорит Гегель, это рефлексивная история. Рефлексивная история, там целый ряд видов ее выделяется, но рефлексивная история называется рефлексивной, потому что она возникает дистанцией между тем, кто исследует, и объектом исследования. Попросту говоря, опять же, если обращаться с любимым примером, он говорит, кто будет примером рефлексивной истории, чтобы далеко не ходить, ну, например, тот же самый Дэр Кьюн, который пишет, ну, например, историю династии Стюарт. В этом смысле он отделен от событий более чем сотни лет. Он пишет эту историю по другим историкам, по современным. Он их, с одной стороны, переписывает, что важно, он их переводит на язык. Кстати говоря, это тоже забытный момент, связанный с историей, о том, что функция историка, чего от него ждут, чтобы он описал прошлое современным языком и в современных понятиях. Как каждое поколение должно иметь свою историю прошлого, именно в том смысле, что она должна быть написана современным языком и в современных понятиях. и так далее, и так далее, и так далее. Нужен этот постоянный процесс переписывания. И отсюда история то, что здесь, ну, если брать русские примеры, да, что Карамзин целый ряд моментов просто берет, например, у Щербатова, да, и переписывает их другим слугам, то с точки зрения как раз исторического понимания, то есть, что такое историк, что он должен делать, собственно говоря, он должен делать ровно то, что делает Карамзин. Да, в этом плане Карамзин не понял бы упрека в данном случае, что, собственно, ну да, я это и собирался сделать, собственно, где претензия, да, по поводу чего. Я добросовестно справляюсь со своими обязанностями, я перевожу на язык своей кофе. Да, и тут возникает еще история про прагматическое, то есть история рефлексивная, это история, которая стремится выстроить цепочку причин и следствий, объяснить, собственно, это следующий ход, мы переписываем, мы пытаемся описать события, исходя из логики целей, задачи, следователей и так далее, и так далее. Перед нами не просто некая хроника, перед нами некая последовательность причины действий. Ну и дальше, говорит Гегель, у нас возникает совершенно замечательная критика Гегелем, критика Гегелем того, что дальше растает научная история, потому что выпад, критика Гегеля направлена на возникшие здесь, на тот момент, в первую очередь, построены на филологии, на филологической критике, построены на Вольфе и Небуре, новой исторической науки, на критике источников, на критике текста, создание семинаров, то, что связано с Геттингеном, с одной стороны, то, что связано с Бонном, и Гегель как раз тут обрушивается на подобное направление, потому что, собственно, тут прямой выход. Гегель строит свой проект истории. В этом плане то, что нам отчасти мешает воспринять здесь Гегеля на первом уровне, это то, что для Гегеля речь идет именно, в данном случае, не о противопорстве с некой исторической наукой. В этом плане для него есть разные уровни истории. Для него то складывающее здесь возникающее, историческое знание как раз, он строит один из проектов. Для него в этом смысле это не то, чтобы построить некую философию истории, которая будет стоять над историей. Вот это важный момент, еще раз подчеркну. Гегель претендует не на философию истории, где у нас есть историческое знание, у нас есть историческая наука и сверху у нас есть некая философия истории, которая витает, а у нас есть философская история. То есть, другими словами, это третий уровень, о котором говорит Гегель, это там, где мы прочитываем историю. Теперь уже каким способом? Мы прочитываем историю не глазами современников, глазами присутствующих на первом уровне. Мы прочитываем историю не на уровне прагматическом, там, где мы объясняем конкретную ситуацию. Что вот эти люди имели в виду в тот момент, когда они тут собрались? Какие цели и задачи кто преследовал? Что стало причиной того или иного? А там, где мы задаем вопрос о смысле всего происходящего. И, соответственно, философская история, она не отменяет два привычки. Это история про то, чтобы прочитать все предшествующее уже с точки зрения философского понимания, с точки зрения того, что у нас есть некое понимание, некое итоговое представление о том, каков смысл всего, каков смысл целого. И в том числе мы совершаем... Да, это понимание отчасти возникает через то же самое историческое. Но я напомню, что у Гегеля один из базовых устройств смыслов, это челночный ход здесь. Понятно, что здесь история про челнок. Мы, с одной стороны, вырабатываем на этом основании, мы вырабатываем, и затем мы возвращаем... Опять, мы обретаем понимание смысла в том числе через историческое, через работа на истории, и затем мы возвращаем это назад. Мы, в том числе, и проверяем таким образом. А теперь следующий момент. Собственно, в чем у нас здесь базовая проблема захода. Вообще-то говоря, амбиция Гегеля, которую он ставит, она, например, на амбиции, она, например, достаточно простая. Она заключается в том, чтобы увидеть историю как разумную. Собственно, это прямо... То есть, увидеть историю как некий разумный процесс. Найти разум во всем происходящем. Причем Гегель говорит, что, разумеется, из истории мы это не найдем. Вот это важный момент. Из истории этого нельзя увидеть, потому что это должна быть твоя презумпция. То есть, попросту говоря, если ты смотришь из процесса, если ты не имеешь критерия, если ты не знаешь, куда смотреть и как смотреть, то или, например, ты убежден в том, что история – это вереница случайностей, и, собственно говоря, она и перестанет для тебя вереницей случайностей. В этом смысле как раз Гегель, например, начинает свои лекции по философии истории с базового захода, который может показаться грубым, но он хорошо работает, в том числе и в технической аудитории. Гегель начинает с захода, с того, что здесь, в этом разговоре о философской истории, он не будет обосновывать этот взгляд, потому что он не вытекает из философской истории, наоборот, в рассмотрении истории он является уже данностью. То есть, в этом плане, потому что разум есть, разум господствует, разум проявляется. Мы это презюмируем, мы из этого исходим, а не пытаемся. То есть, мы проясняем, мы показываем, но не доказываем. Из самой истории как таковой ты разум не достанешь. Ты можешь прочитать историю с позиции разума. Другой очень важный сюжет, возникающий, это одновременно и про то, что, да, раз разум, то разум – это одновременно история про смысл здесь. То есть, история имеющая смысл. И для Гегеля возникающее ключевое здесь напряжение, связанное с историей, это напряжение о смысле в двух аспектах. С одной стороны, о смысле исторического процесса как такового, о том, что происходит, что здесь развертывается. И ответ на этот уровень смысла, я напомню, он очень простой. Я думаю, что вы все его отлично помните. Гегель говорит, что история – это процесс свободы, собственно, базовый. Свобода проходит, собственно, стадии, которые, опять же, хрестоматийны. Вы помните этот базовый заход, что если история свободы, то сначала мы имеем дело с восточным миром, где свободен один, это деспот. Но деспот, в свою очередь, не свободен, потому что в этом плане он оказывается рабом своих страстей, он оказывается погружен в пространство произвола. И, следовательно, здесь он не свободен. Итак, восточный мир, где свободен один. Затем из этого мы переходим к греко-рибскому миру, где свободны некоторые, где базовая дикатомия здесь – это уже свободны и рабы-граждане, и рабы-греки, и варвары, и так далее, мы находимся в этом пространстве греко-рибского мира. И, наконец, добросовестное финализирование, собственно, германский мир, где свободны все, свободен каждый. Собственно, вот весь процесс свободы, и в этом плане история завершается, вот перед нами такая, собственно, развертка. Это первый вопрос, да, ответ на вопрос о разуме и о свободе. Да, и важно видеть, что Гегель специально подчеркивает здесь, ну, любой, кто интересовался Гегелем, естественно, сразу же вспомнит этот код, где Гегель сразу говорит о том, что разум и свобода – это два имени одного и того же, по факту. То есть, вообще-то говоря, перед нами тавтология. То есть сказать, что в истории есть разум, и история – это собственно процесс свободы, да, это две формулировки на самом деле одного тезиса. Просто в первой формулировке это не вполне видно, во второй это вполне видно, потому что имеется в виду, что разум, который сам принадлежит себе, который сам осознает себя, собственно говоря, это и есть свобода. В этом плане процесс вразумления. Что значит быть свободным? Оозначает, собственно говоря, принадлежать себе. Вполне понятно, да. Если история обладает разумом, если разум – это не же связанная с этим все еще уровнем, с этим смыслом. Через что это осуществляется, опять же? Ответ здесь Гегеля. Да, во-первых, говорит Гегель, это вполне понятный и простой код, к нему мы дальше вернемся, правда. Это то, что история – это про вторую природу, история – это про государство, это базово. История начинается где? История начинается там, где возникает, где появляется человек, который не является животным. Собственно, с государством. В этом плане и дальше, тоже очень красивый ход у Гегеля, где начинается история. Там, где начинается история. То есть, там, где начинается история описания. То есть, в этом плане, перед нами здесь полная история. Там, где начинаются, собственно говоря, первые историки. В этом плане ответ на вопрос, где искать нам начало истории, Гегель говорит, а чего его искать? Собственно, вот оно. Где, собственно, начались тексты под названием «История», там началась история. В общем-то, все элементарно. Почему так? Потому что до этого момента, Гегель говорит, вся вот эта народная поэзия, все вот эти сказания и так далее, и так далее, Гегель говорит, да, это большой материал для знания о прошлом. Это материал. Но это история про некие плоды жизнедеятельности. Бог понятен. Это история как раз про природное. В этом плане. Это история про невыделенное. Там, где возникает не эпическая поэзия, там, где возникают не народные сказания, не легенды, предания, мифы, еще что-нибудь, и так далее, там, где возникает история, там возникает, собственно говоря, дистанция, там возникает вероятность. История возникает, наверное, с появлением государства, и, соответственно, история в одном смысле, история во втором смысле, как пишешься. И государство – это все одно. В этом плане искать истории до государства, искать истории до исторических текстов не приходится. Там, собственно говоря, нет того самого, нет той самой второй природы, которая возникает. Нет англеза свободы. Потому что история про свободу – это как раз история про выделение из природного. Там, где возникает, собственно, новоедие, там у нас и начинается. Дальше. Ключевой вход здесь. И вот это возвращает нас уже ко второй проблеме смысла. Пожалуй, я тогда немножко сделаю спойлер, потом вернусь. Потому что здесь фактически один рассказ есть. Он пребывает в единстве. Вторая проблема смысла, которая как раз фундаментальна для Гегеля – это проблема смысла конкретного человечества существования. И вот тут возникает сразу фундаментальное напряжение. Потому что, смотрите, одно дело, если мы говорим об историческом процессе на бреющем полете. Если мы отождествляем, например, смысл с логикой исторического процесса, еще с чем-нибудь. Но вопрос, который здесь как раз ключевой – какой смысл здесь имеет твое конкретное существование? «Ты конкретный человек, ты Иван Иванович Иванов». Почему это все становится предельно остро? Потому что для Гегеля в этом плане развертывание смысла, осуществление разума – это и есть, собственно говоря, исторический процесс. Следовательно, получается, что если смысл мы обретаем только в конце, то что означает те, кто жил в долг? Какой смысл их существования? Какой смысл, в конце концов, развития человеческой жизни? Каков смысл этого пребывания в истории? И что особенно важно для Гегеля, каков смысл, например, тех, кто является неисторическими людьми, людьми, не включенными в историю. То есть вообще, как я так говорю, это вопрос о докрученных до предела, это вопрос о связи с ребенком. Здесь в этом плане для Гегеля здесь фундаментальная проблема. И он как раз вот тут, он не только не играет на ослабление и на затушевывание, а наоборот он переходит в наступление. Именно в этот самый момент. Собственно, то, что он выстраивает и в лекциях по философии религии, которые здесь, и то, что он выстраивает в лекциях по философской истории. В лекциях по философской истории там это блок просто отдельно проговаривается. Гегель говорит, что... И вначале это звучит очень любопытно и, конечно, парадоксально, он говорит, что вот то, что я вам сейчас изглагаю, в принципе, отчасти до этого и в принципе об этом Лебенцева – это лицея. Но Лебенец, как я говорю, он не доразрешил задачу, не шел до конца. То есть обратите внимание, оказывается, философская история и тео-лицея – это в принципе... Более того, именно конкретный текст именно Лебенцева и тео-лицея. Вот она, о том же самом. То есть в этом смысле это вот такие парные тексты. Но дальше Гегель говорит, что... Почему я не доразрешил, потому что то, что для нас ключевая проблема тео-лицея, собственно, философия истории, это и есть тео-лицея. Потому что если мы сможем оправдать Бога в истории и историю примирить с Богом, если реальность исторического процесса, если вот то, что совершается, окажется одновременно совместимым с божественным всемогуществом и одновременно божественной благостью, то тогда проблема тео-лицея будет решена. В этом смысле проблема, да, сама история – это ключевой вызов, ключевая проблема для оправдания Бога. В этом смысле основной аргумент... Да, собственно, в этом смысле можно сказать, что те, кто затем будут говорить о том, как возможны поэзии после Холокоста, да, или что Холокост делает невозможной традицией, то есть здесь Гегель уже заранее, в принципе, об этом как раз и говорит, находясь, в принципе, в представительной ситуации, он говорит, что вот перед нами, собственно, перед нами не просто ужасы истории, потому что Гегель вообще сразу заявляет о том, что тот, кто ищет мира и покоя, тот, кто ищет счастье и блаженство, тому вообще-то говоря, что нужно делать, тому нужно бежать из истории. Это единственное, что важно, потому что история – это вообще не про счастье, базово, да, и история, которая ужасная, если коротко. И, соответственно, если мы сможем решить эту задачу, если мы сможем оправдать историю, то тогда, собственно говоря, все остальные вопросы, которые ставятся в этой цели, они уже значения не имеют. Мы решили, собственно говоря, ключевую правду. Именно в этом смысле для Гегеля Лейбниц как раз не докрутил, он поставил вопрос, но он не дорешил раскручивого. Теперь давайте вернемся к осмыслению исторического процесса. У Гегеля возникает очень важная конструкция. Смотрите, он вводит, во-первых, понятие интереса, и оно для него очень важно, и понятие страсти. Как это устроено? Значит, да, пожалуй, тут тоже нужен год назад уже исторический комментарий к этому. Дело в том, что у слова «интерес» богатая история, и на языке, например, еще XVI и XVII века интерес всегда имеет негативную коннотацию. То есть интерес – это история про наличие какого-то, например, корыстного мотива, действие совершаемое с интересом. Он действует из интереса, им руководит интерес. То есть это нечто недостойное, некая черепоточка. Затем в европейской мысли, в первую очередь под богословским влиянием, тут очень важен протестантизм с одной стороны, с другой стороны фундаментально важная история – это генсинисты. Ну, в принципе, это все одна история. Это история про реформацию, это история про католическую реформацию, потому что контрреформация, на самом деле, это другая реформация, весь процесс связанный. Он начинается… Собственно, что запускает реформация? Реформация и католическая реформация. Они запускают фундаментально важную вещь, связанную с практиками из клягинских порагазинных респекций. То есть ты должен научиться давать отчет самому себе. Ты должен научиться анализировать себя. Ты должен научиться видеть греховное в своих действиях, в своих мотивах, в своих поступках. Ты должен постоянно смотреть внутрь себя, анализировать себя. И в результате этого ты должен каяться в исходном смысле. Ты должен переживать потрясение, ты должен переменять ум свой, должно случаться метанноя, и ты должен двигаться. А, соответственно, ты видишь греховное, когда обнаруживаешь, что за твоим действием, которое для тебя самого казалось прямым и чистым, оказывается, вглядываясь в себя, ты видишь, что там есть мотивы гордыни, стремления к славе, страха, зависти и так далее. Ты обнаруживаешь, что в тот момент, что ты совершаешь, например, что для тебя является абсолютно добрым, ты совершил благое деяние, ты вглядываешь в себя и тут замечаешь, что, например, это тот самый мотив любования собой, переживания себя хорошим. Собственно, как только ты обнаруживаешь вот это в себе, какой же ты хороший, ты, собственно, дрянь не человек, чем ты тут занимался. И, в общем-то, уже в 17 веке это приводит к тому, что в этой логике, что очень хорошо показано у инсиниста, в этой логике получается, что любое человеческое действие, оно пронизано интересом. То есть, рядом с себя ты не найдешь ни одного чистого действия, ни одного. Интересно, но это всеобщее. Еще раз, от понятия интереса, которое было узким, оказывается, что интерес, он повсюду за тобой присутствует. А затем происходит переход уже в 18 веке, важный в английской мысли, где речь идет о том, что интерес присущ всем человеческим действиям, а раз он присущ всем человеческим действиям, то он является естественным, он универсальным в этом смысле. Нет, действие, которое совершалось бы не из интереса. И постепенно то, что мы видим уже в современном языке, ну, например, в том же самом русском, понятие интереса постепенно становится нейтральным. То есть, здесь, с одной стороны, еще на языке, например, еще в языке 18 века, когда речь, ну, я, например, Молдевиль, да, дальше мы переходим к Адаму Смиту, к его теории нравственных чувств, дальше со всеми этими переходами, там речь идет скорее о том, что, ну, вот человек так устроен, да, в этом смысле, нами всегда движет интерес, то есть мы с этим ничего не можем поделать, да, с природой. А затем постепенно интерес действительно нейтрализуется, он перестает быть на грозу понятия. Вот Гегель, да, я позволю себе напомнить, что, во-первых, Гегель изначально обучается в семинаре, имеет, ну, с другой стороны, это все-таки Германия, да, а сам он Шваб. И, проще говоря, период его возросления, это 80-е, 90-е годы, 18 века, да, и Германия, особенно в плане языка, когда в это время не устает, подчеркивает сам Гегель, например, лекция берлевского периода, это очень отсталая страна, да, постоянная история про немцев, которые ничего не могут, которые ничего не знают, которые бесконечно, в общем, в отличие от нормальных людей, то есть французов, англичан, да, и в Германии все очень-очень-очень плохо. Но, соответственно, вот здесь он сразу говорит, что для него в слове интерес очень сильно слышится вот тот первый исходный смысл, он присутствует там. И Гегель, специально обращаясь к этому понятию, несколько раз делает оговорку, что вообще-то, что вообще-то это слово не вполне подходит для подобных характеристик, потому что оно используется здесь безоценно. в этом плане, да, и вот тот набор еще, ассоциаций, которые существуют, для общества, говорят, стоит избавиться. Но, тем не менее, первое, с чего начинаем Гегель здесь, он говорит, что вот любое человеческое действие совершается из интереса. В этом плане, тут такое, если угодно, просто подключение к шотландской традиции, которая для него очень важна, к шотландской философской традиции. Люди поступают из интереса, ими руководят многообразные интересы, они преследуют цели и задачи и так далее, и так далее. И, следовательно, говорит Гегель, когда люди реализуют, например, идею, люди стремятся к благому и так далее, и так далее, и так далее, они всегда стремятся в рамках каких-то своих интересов. В этом смысле, например, идея не реализуется сама по себе, она воплощается через интерес. Но дальше Гегель вводит как раз очень важный ход. Он говорит, ну вот когда мы говорим об истории, мы говорим не об интересе, мы говорим о страсти. Потому что с интересом связаны любые человеческие действия. Вот это очень важный момент. Любые человеческие. В этом смысле исторические, неисторические, глубоко безразличные. А вот история – это про страсти. И отсюда знаменитый тезис Гегель, когда он говорит о том, что ничто в истории, никакое историческое действие не совершалось без страсти. Заметьте, это не означает, что все действия, совершенные со страстью, это исторические действия. Нет, разумеется. Есть масса действий, которые мы совершаем со страстью, которые не имеют никакого отношения к истории. Но Гегель говорит, что вот все, что в истории, это все со страстью. Вот история – это про страсть. Что такое страсть? Дальше говорит Георгий. А страсть это интерес особого рода. Это интерес, который вытесняет все остальные интересы, который не оставляет для них места. Это все поглощающие. И в этом плане, обратите внимание, оказывается, что тот, кто действует не с интересом, а тот, кто действует со страстью, что его ведет страсть, он себе уже не принадлежит. То есть с интересами мы как раз управляем, мы балансируем. У нас много интересов, меня разрывают интересы. Мне хочется того, этого, пятого, двадцатого, так далее, так далее. Интересов куча. И я их, собственно говоря, и поскольку ни один из них не охватывает меня целиком, то, соответственно, вот мы там как-то балансируем. Страсть это то, к чему я весь свожусь в этот момент. То, что описывая в мире, везде то, в чем я не узнаваю. Потому что это то, что целиком ведет меня. Собственно говоря, историческое, еще раз, Георгий говорит, это страсть, то есть как интерес особого рода. Вот вся история, история это именно про страсть. А про страсть это про всемирные исторические личности. Напомню. Всемирные исторические личности это, собственно, те, кто охвачен вот этой самой страстью, которая направлена на объект такого рода, который соответствует на данный момент, собственно, движению мирового духа. Причем, обратите внимание, именно соответствует. Георгий постоянно говорит, что есть объективный, есть субъективный момент. В этом плане всемирная историческая личность, она не собирается быть орудием мирового духа. Она не собирается быть орудием идеи. Ей движет страсть. Причем эта страсть может заключаться, вы все полагающие, например, властолюбии. Она может заключаться в самых разных субъективных представлениях. Что делает всемирно историческим тем, что эта страсть совпадает, вот эта субъективная измерение, да, страсть субъективная измерение совпадает с ходом разума, движения мирового духа. Соответственно, вот перед нами это совпадение. Да, и, соответственно, с другой стороны, тут и возникает еще один важный момент. Почему история это не про, никому не про счастье и не про блаженство? Да элементарно. Потому что, ну, во-первых, сама по себе страсть это уже не про счастье. На первом ходе можно было уже догадаться, да, почему нет. Потому что, когда тобой владеет страсть, ну, какое тут блаженство, какое тут счастье, да, при чем тут это? Но самое главное, что здесь возникает две позиции. С одной стороны, всемирно исторические личности, те, через кого движется, в этом смысле история, они оказываются теми, кто через кого движется, и в определенный момент они реализовали предназначение. И в этот момент то, что ими движут, оно перестает работать. Оказывается, что тот ветер, который наполнял их парусам, он, собственно говоря, он исчез. И, соответственно, дальше знаменитый гибельский момент, когда он говорит о том, что, что постигает тогда их всемирно исторических личностей. Ну, либо хороший финал. Например, они рано умирают или их убивают. Александр Великий, Юрий Цезарь, в этом смысле у них все хорошо, относительно хорошо. Нет, не действительно все хорошо с точки зрения субъективной. В том плане, что Александр умирает владыкой полумира, неведая поражения. Цезарь, у которого все получилось, который счастливейший из людей. В этом плане, да, счастливый финал, относительно счастливый, потому что есть гораздо худшие варианты. Худший вариант, смотрите, Наполеон, да, собственно, вот перед нами, перед глазами, да, человек, который умер еще при жизни, который с 15-го года, да, на Святой Елене маленьком острове, в этом плане, что, да, ну, еще 6 лет он прожил, ну, собственно. Это Наполеон прожил? Нет, это прожил вновь вот тот самый маленький поле, да, который бегал, когда этот человек. Собственно говоря, он свелся здесь до человека, он перестал быть в семерной исторической личности. Вот этот момент, да. В этом плане он смотрит на себя, что отчетливо видно в мемориале Святой Елены. Он смотрит на себя и красноязычно, зачастую банально, неудачно, какие-то глупые образы, он описывает то, что было в этом смысле. Он ведь кто для себя теперь? Он, во-первых, весь прошлый, во-вторых, ему самому непонятно, что это было. И когда он объясняет, он это описывает, это история про какой-то, какие-то жалкие подходы, да, у него в этом смысле. Так там, где оставший, где продолжающий физически существовать человек Наполеон Бонапарк рассуждает о Наполеоне, он рассуждает на языке здравого смысла, он изрекает набор каких-то иногда странных, иногда банальных, иногда нелепых, иногда очень умных. Иногда умных. Ну, это для разнообразия. Вообще в общем нет. Ну, у него очень много голубой текущей. Соответственно, в этом плане, да, для игры, окей, вот они всемирные исторические личности, хорошо. Собственно, но что остается с остальными? А остальные, собственно говоря, это такой жмых истории. В плане, история едет через них. И история их вовлекает, они оказываются одержимы этим движением, они вовлекают, или неодержимы, как говорится, истории безразличны. В этом плане, у Гегеля ведь там существует совершенно такой язвительный ход. Он несколько раз к нему возвращается в разных текстах, связанных с историей. Он говорит о том, что с одной стороны, конечно, счастья и блаженства в истории ты не обретешь, это понятно. И как бы ты можешь попытаться сбежать из истории? Проблема в том, что даже побег из истории, нет никакой гарантии, что он тебе удастся. Например, он может тебе в какой-то момент удастся, а потом история придет к тебе. Ну, в виде какой-нибудь революционной армии, да, то есть, или в виде какой-нибудь, не знаю, колонизаторской экспедиции, да, или еще чего-нибудь. То есть, в этом смысле, с одной стороны, это история про пастораль, история про то, чтобы сбежать из исторического времени. Вполне понятный ход, да, но оказывается, что, собственно, тебе никто не даст гарантий, даже если ты это выберешь, да, тебе никто не даст гарантий, что ты можешь откупиться от истории. В этом смысле история про что? История про нелепость, вроде бы, существования, про то, что тебя... Ты в определенный момент обнаруживаешь себя, например, солдатами Великой Армии, которые маршируют где-то под Смоленском. Что я тут делаю, да, каким образом? С другой стороны, ты относишься к этому, ты сбегаешь из этого, и так далее, и так далее. В результате чего приходит полк Великой Армии, да, и, собственно говоря, тебя подстреливают как куропатку. Оба варианта в этом плане совершенно непонятно, что делать, как от этого загранироваться. И отсюда у Гегеля возникает другой очень важный момент. Он говорит о том, что история – это история про реализацию разума, да. Это история про смысл, про свободу, как обретение себя, но поскольку это история про свободу и про развитие, это история еще и про снятие. То есть в этом смысле итог исторического развития, конец истории, он одновременно является сохранением всего. Да, простите, простите, я забыл просто напомнить, что, разумеется, Гегелевская схема здесь будет кругом и спиралью. Смотрите, история возможна только в тот момент, когда она завершила, да, повествование об истории. В этом плане для Гегеля конец истории – это то, что встроено в историю. Единственный способ, каким образом вообще история, как возможен смысл истории, только в том случае, если история завершается. И помыслить историю, как не имеющую конца, это помыслить бессмысленно. В этом плане есть две бесконечности. Есть дурная бесконечность, есть положительная бесконечность. Положительная бесконечность – это круг. В этом плане, если в истории есть смысл, то история должна финализироваться, она должна чем-то закончиться, собраться здесь. И, соответственно, опять же, если мы можем вполне открыть смысл в истории, это означает, что история завершилась. Ну понятно, что, еще раз напомню, когда я говорил, что гегелевская мысль здесь это история про челночный ход. С одной стороны, мы можем говорить о смысле только если мы предполагаем, что история завершилась. С другой стороны, если нам удается посильнуть разум, если нам удается посильнуть смысл из встречного процесса, то это означает, что история завершена. То есть, вот такой очень важный момент. История завершена в плане как раз развертывания идей. Все, все, оно свершилось как таковое, обретено. И дальше как раз возникает совсем специфический ход, где гегель начинает повествовать о том, что конкретный смысл про это существование это не включение вот в эту историю, а это каждый раз про свое место и время. То есть, я напомню, ключевой момент, где он говорит о том, что, что значит обладать злом. Это означает, с одной стороны, преодолевать свою дурную индивидуальность, с другой стороны, пребывать в этом. В контексте того места и времени, где ты находишься. То есть, в этом плане история про оправдание и история про обретение смысла, это не история про обретение полноты знания. Попросту говоря, гегельский ход вообще не связан со знанием, вот как с самой рационалистичностью. Еще раз, да, это не про знание. Кого? Это про то, чтобы пребывать в конкретности полноте момента. И отсюда другой базовый ход. Отсюда получается, что с одной стороны, да, вся история, это история про раскрытие и полноту человечества. А с другой стороны, каждый конкретный момент в этом движении, еще раз причину, уже не в движении историков таковой, да, а в движении людей, каждый конкретный момент оказывается... Подождите внимание, он не просто оказывается осмыслен через другие, он оказывается сам по себе обладающим смыслом. Да, как раз. Ключевой момент. То есть, если бы, собственно говоря, отсюда возникает очень важная критика прогресса. Он говорит, что если бы смысл осуществлялся только из финальной точки, допустим, да, перед нами вот прямая, если бы смысл только из финальной, то тогда, собственно говоря, никакого смысла здесь не обретается. Еще раз причину, да, через такую финализацию. Речь идет именно о завершении истории, о собирании истории. В этом плане, в истории завершившейся, именно через это каждый конкретный момент здесь обретает смысл. И, соответственно, теодицея здесь для Гейгера как раз заключается в сворачивании истории ретиния полноты через моменты. Не как моменты, которые направлены к некому будущему, которые обретают смысл в нем, а как те, каждый из которых имеет смысл здесь и сейчас. И вместе с тем именно в своем напряжении, в своем внутреннем напряжении он порождает, как самодвижение, как самокритика. Напомню, что для Гейгеля, как он это прямо проговорит, проговорит философию религии, ну это известный тезис, он будет говорить о том, что в философии, собственно говоря, и есть богословие. Здесь нет различия, здесь есть историческое различие, которое мы можем обнаружить. Но философия, разумеется, есть богословие. Более того, если философия не будет богослови, а богословие не будет философии, то в этом плане какой смысл у философии? Если философия это нечто, что не изымает из числа предметов размышлений, то, главное, Бога. И, соответственно, здесь для Гейгеля, вот этот важный момент, который нужно акцентировать, тот ход, который он осуществляет, это не история про панлогизм в банальном понимании. Это не история про, не ход разума, а ход разума в рассуточном понимании, а про то, чтобы осуществить переход от индивидуального, переход от... Я напомню знаменитую гейгельскую схему, которую он много раз повторяет. Перед нами первоначально есть нечто абстрактное. Это абстрактно переходит в обособленное и индивидуальное, для того, чтобы, в конце концов, стать конкретным. Для Гейгеля это всегда ход конкретности, не в смысле дурной множественности и отличности. Ход к идее не в смысле абстракции, абстракция не имеет ничего общего с идеей, а ход к этой самой предельной конкретности. А предельная конкретность, что говорят, здесь и будет собиранием и времени, и вечности. Поэтому здесь вот то видение исторического, которое он предлагает, для него в первую очередь оказывается историей про оправдание конкретно человеческого существования. И, соответственно, базовая заявка здесь, это заявка на Теодицею. И столь же понятно, что как только мы снимаем эту перспективу Теодицеи, гейгельская философская история, она не существует. Перед нами тогда появляется просто некий абстрактный рассказ о движении каких-то исторических субъектов. Перед нами вникает история множественности, которая, в конце концов, оказывается одной историей из многих. Еще раз подчеркну, для Гиллера ведь не случайно речь идет не о том, чтобы настаивать на точности и истинности конкретных исторических описаний. Для него здесь ключевое это как раз увидеть осмысленность не исторического процесса, как некая лента, которая начинается неизвестно где и неизвестно куда направлена, а увидеть ту самую историю, как вторую природу и историю не просто с обретением человека, а где каждый момент всего этого происходящего, еще раз подчеркну, именно каждый момент имеет смысл. Вот это базовый, где знаменитый фрагмент, я опять же позволь себе напомню, Этой фрагмент, когда Гилл как раз говорит о том, что своей моралью и нравственностью пастух обладает не в меньшей степени, чем самый образованный интеллектуал. В этом плане вот эта автономия морального, нравственного, религиозного, это случайно, например, с пастухом. Вот перед нами пастух, который вообще про вне историческое, он принадлежит автономному, моральному, нравственному и религиозному, не меньше и не больше, чем интеллектуал. И, соответственно, отсюда же важный момент для Гигеля, что история не обнимает с собой все. То, что постоянно подчеркивается, что перед нами, что обнимает с собой все? Обнимает с собой все только то итоговое философское исполкование снимающее. Обнимает все с собой только мировой дух. Вот он обнимает. А историческое было бы совершенно ужасно, если бы по отношению к этому историческому не сохраняли автономию мораль, нравственность и религия. В этом плане и историзация, которая вроде бы у Гигеля тотально, она держится только за счет того, что мораль, нравственность и религия, они оказываются здесь автономными. И в этом плане пастух, он оказывается и имеющим смысл, и имеющим оправдание, и более того, и исторический суд по отношению к прошлому. Он не отменяет, что опять же подчеркивает Гигель, он не отменяет и одновременно он не может включить в себя морально-нравственно-религиозный суд. Когда Гигель говорит о том, что попытка судить об истории с точки зрения, например, морали, она лишена смысла. Не потому, что история выведена за пределы морали, а просто потому, что когда мы задаем вопрос о истории, мы задаем вопрос о другом. Это базовый момент. То есть, в том смысле, что рассказывать о том, что Юлий Цезарь не соответствует критериям морального совершенства или нравственного, да, но мы задаем вопрос здесь, когда мы ставим вопрос исторический, мы ставим вопрос о смысле действия Юлия Цезаря, и мы задаем вопрос о его значении с точки зрения всемирной истории, и здесь поднимает вопрос о морали, означает просто нарушать границу. В этом плане примечательно, что именно потому, что мораль, нравственность и религия, они автономны, именно это, с другой стороны, и не позволяет их переносить на историю. Потому, что стоит это все представить себе, как едино, стоит потерять эту границу, да, и перед нами тогда как раз и возникает самый бессмыслец мирового хода событий. То есть, для того, чтобы пастух оказался столь же осмысленным, столь же оправданным, нам важно, чтобы история, как раз в этом плане, чтобы в истории оставались автономным морально-грабственностью людей. Спасибо большое.